Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне Дата Йога по табло. Сегодня у нас снова данные о населении в нескольких странах. В этот раз мы будем обсуждать, как использовать и строить графики согласно принципу Парета. Давайте перейдем к табло. Я уже заранее загрузил необходимые данные. Мы можем добавить сейчас несколько дополнительных мер для того, чтобы было проще построить и проанализировать график. Давайте сначала добавим общего по стране. Назовем его GDP. Это будет сумма ВВП на человека умноженная на сумму общего населения. для того, чтобы было проще все воспринимать. Теперь наша цель. Ответить на такой вопрос. Какое количество стран в каком количестве стран составляло 80% населения Земли? Например, будет 10 стран составляет 80% населения Земли. Естественно, мы идем от большего к меньшему. Сначала идут Индия, Китай и уже все остальные. Давайте мы прежде всего это сделаем для года. Возьмем 2015 год. и просто построим население Земли для каждой одной страны. Я сортирую. Очевидно, первый Китай, второй Индия, третий США и уже идут все остальные после него. Сразу приведем это все к общему виду. Чтобы можно все было видеть. Но очевидно, что Китай и Индия будут составлять какое-нибудь процентов 20-25 населения всей Земли. Для того, чтобы ответить на вопрос, нам прежде всего нужно сделать кумулятивное количество живущих на Земле через вторую ось. Мы просто берем, нажимаем Ctrl, нажимаем на показатель общего населения, притаскиваем его, делаем Dual Access сразу же. И нам нужно добавить Quick Table Calculation. Сначала мы нажимаем на Table Cross, чтобы это считалось для всей таблицы сразу. И выбираем Running Total. Как вы видите, сразу появился Running Total, который измеряется практически до 7 миллиардов. Но, помимо этого, нам нужно процентное соотношение, которое позволяет отвечать на определенные вопросы. Нажимаем Add Secondary Calculation и будем считать долю от общего населения Земли, которая, как вы видите, будет измеряться теперь в процентах. Теперь просто переведем все к нормальному виду. Это у нас будет барчартом, а это линий. Причем, давайте изменим цвет на какой-нибудь оранжевый. Следующий этап. Мы можем добавить параметр, который будет позволять выделять процент от населения Земли. Одним лучшим способом для этого является добавление прежде всего параметра, который будет позволить это делать. Давайте тогда его создадим. это у нас будет float. У нас будет range. Минимум 001. Максимум. Мы сначала сделаем, чтобы это был процент. Пусть будет с нуля. Вот. Там умираем 001. и просто один. Степсайз давайте сделаем 001. Пускай будет. Давайте его назовем. Назовем его процент от населения. %of population и сразу добавим его на панель контроля. Пока что у нас ничего не меняется. По этой причине мы должны добавить горизонтальную линию, которая будет просто двигаться вверх-вниз. Это достигается путем добавления reference, так называемого reference line. Из панели analytics мы ее берем перетаскиваем на второе поле и у нас добавляется какое-то среднее, но оно нам не очень нужно. Будем использовать %of population параметр. Ну а сейчас у нас по умолчанию 100 стоит. И давайте назовем будем выводить только значение, которое нам необходимо. Вот давайте только вот давайте вот 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 сразу поменять параметр чтобы у нас по умолчанию стояло 80% вот следующий этап мы двигаясь по графику мы видим ту долю и итоговое количество населения которое составляет эту долю то есть например сейчас 80% человек и выводится различное количество человек для каждой страны по этой причине нам нужно добавить интереснее всего посмотреть на то какое количество стран составляют ту долю ту долю населения которую мы видим давайте так и сделаем нам нужно добавить table calculation и добавим мы его напрямую через создание мира назовем его number of countries и пусть напишем running напишем running сумм то есть истинная сумма количество стран и на самом деле нам просто достаточно добавить его в tooltip и мы можем посмотреть результат что расчет как мы видим 80% населения земли состоит из 28 стран мы можем на самом деле прописать то что мы хотим также давайте добавим год еще в tooltip и пропишем его так там in что отключу в таком-то году такое количество стран составляли 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 такое-то количество of total population просто можно удалить оно будет не очень удобно то есть так давайте теперь делаем нам добавить страны с и и и давайте выделим какое количество стран 14 и пусть это будет да в таком режиме и аналогично построим с годом и выделим еще и долю которую мы имеем ввиду можно вообще настроить как удобно на самом деле здесь похоже все на word и поэтому не состоит большого труда в 2015 году 93 страны 97 стран составляли 98 процентов общего населения здесь 29 28 смотреть посмотрите мы также можем двигать при желании эту линейку эту линию которая позволяет просто настраивать визуализацию и сделать это намного удобнее чем что бы то ни было теперь добавим на дашборд так я добавил новый лист назовем его пары это дашборд перетаскиваем его сюда так добавили в таком формате давайте да да добавим еще и фильтр что у нас он будет годом который может нас воспринимает как когда то поэтому давайте добавим его как спицы получаем пусть у нас нам можно будет выбрать только один год который только возможно не все давайте проверим функционал нашего дашборта так у нас изменилось пусть будет двадцать первый год ну вот девяносто первом году восемьдесят процентов населения составляло двадцать пять стран в то время как и тогда в 2015 году составляло уже двадцать восемь стран то есть чуть-чуть население выровнялось на этом задании все всем спасибо за внимание и на 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 и и